Огромным недоумением, нерешенным и странным вопросом недели стала история Солидара и тех тысяч трупов, которые разложены вокруг этого крохотного поселка городского типа. В этой драме так никто никаких точек пока и не расставил и придется этим заняться мне. Вот все, что связано с Солидаром, вся эта многомесячная эпопея, все укладывается в известное выражение о сложных, драматических отношениях между Тузиком и Грелкой. Да, Солидар – это Грелка, а Россия – Тузик. Как мы помним, из этого емкого выражения, неразрешимое противоречие между ним и Грелкой, Тузик пытался решить силовым, разумеется, образом. При этом само выражение сообщает лишь о трагедии Грелки, но ничего не проясняет о несчастной судьбе Тузика. Это большая, большая ошибка. Много месяцев, очень много месяцев, спятивший Тузик рвал и набивал невкусной езиной свое маленькое брюхо. У драмы, как вы знаете, есть и преамбула. Тузику Грелка, в принципе, была не нужна и, по идее, ничем не опасна. Нормальному, здоровому Тузику не должно быть вообще никакого дела ни до каких Грелок. Но Тузик был у них вполне здоров. Дело в том, что у Тузика деды воевали, вероятно, с Грелками. И Грелки объявлены были врагами Тузиков. Грелка может напасть, следовательно, родина Тузика в опасности. Родина Тузика – это его будка. Все Тузики считают свои будки и клетки своей родиной и очень не любят тех, кто пытается их открыть. А если уж посигнут на накопленное, то держись. Дело в том, что у Тузиков накоплен в клетках стул его дедов. Он очень мешает жить, конечно. Эти кучи священного стула все равно нельзя убирать. Это священное дерьмо. Особое дерьмо. При том, что Грелка на будку Тузика вроде бы не претендовала, тем не менее начался конфликт. Тузик начал его в одностороннем порядке, тревожась, что Грелка может занять его родину. Грелка была порвана Тузиком, но и сам Тузик, порвавший Грелку, утратил в этой битве зубы, а потом сдох от сожранной резины. Примерно то же самое произошло и в Солидарии. Тоже Тузик, тоже Грелка. Ну и пошло, поехало 14 тысяч русских трупов по предварительному только счету с дронов. Смысла Солидар, военного смысла, не имел и не имеет вообще никакого. Ни стратегического, ни тактического никакого. Ну примерно вот как Грелка для Тузика. Был бы смысл, уж поверьте, у Украины сейчас достаточно мощи, сил, ресурсов, чтобы вышвырнуть из любого Солидара и отшвырнуть на десятки километров любые подразделения Путина. Ну как соляные копии, да, это вероятно доходненько, там в Солидарии они есть, но Солидар еще может многократно перейти из рук в руки и гарантированно вернется в результате в Украину. Соль это к тому же торговый, а не военный вопрос. Скорее всего Солидар это то, что на языке насекомоедов, энтомологов, называется морилка. Морилка. Это специальное устройство, в котором производится массовый замор насекомых. Морилки бывают разных типов. Бывают те, в которых уловленных особей надо еще размещать принудительно, но бывают и такие морилки, в которые они, насекомые, готовы накапливаться сами, когда вот нужно множество таких вот образцов препаратов. По всей вероятности, скорее всего, Солидар это морилка, коварно устроенная за лужным. Он очень любит убивать. Он очень любит убивать оккупантов по многу, платя очень малым количеством жизни и ран своих солдат. Вообще, залужный фантастически коварен. Вот уж действительно кто человек войны, поцелованный в колыбели всеми ее богами и богинями, так это залужный. Так что и Солидар на 100% грелка, которую русским тузикам подкинула коварная рука залужного. Морилка пока, вот эта вот, она вполне исправно работает. Брошенные храбрецы, вроде, брошенные в Солидар, вроде фронтовой легенды Мадяра, удерживают там тузиков, кормят их смертельной резиной. Мадяр вот сегодня только прислал из Солидара не мне, а всему интернету видео, что надо вот все держат и опять кладут русские трупы слоями. Зачем это нужно залужному, никто не знает. Но нет сомнения, побеждать он умеет и глупости не делает. И не любит, ужасно не любит, когда обсуждают его действия. Залужный невероятно коварен. Это так. Он учил предмет тщательно и хорошо выучил характер и привычки тузиков. Тузики незатейливы и посему предсказуемы. Вообще, настоящее коварство – это колоссальный драгоценный дар. Не знаю, но это главное все же качество полководца. Жестокость и коварство. Чем прекрасно коварство? Ну вот еще Алкевиат, как я помню, на вопрос о первом и главном качестве стратига, первое качество стратига, то есть, ну, полководца, он отвечал – коварство. И учить надо именно коварству. Залужный проявляет и тактическое, и стратегическое, что самое главное – коварство. Кстати, именно вот, если мы вспомним, коварство Ганнибала, Краса, Цезаря Тимура, Яна Жишки сделало из их имен хрестоматийные бренды, которые до сих пор изучают и знают поколения. К слову, вот Шойгу, он совершенно не коварил и не обучаем. Как, кстати, и Герасимов. Ну, как, кстати, и Путин. Редактор субтитров А.Семкин